Так, значит, мы остановились на Второзаконии, 32 глава, 30 стих. Как мог бы один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их? То есть Господь подверг суду за идолопоклонство свой народ, и то, что мы видели неоднократно в истории, когда приходили другие народы, захватывали Израиль и творили, что хотели. Это было судом Божьим. Ибо заступник их не таков, как наш заступник. Сами враги наши, судьи в том. То есть заступник их, то есть вот тех вот народов, которые возомнили о себе, он не таков, как наш заступник. То есть Моисей уже говорит, о Господи, Сами враги наши, судьи в том. Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей Гоморских. Ягоды их, ягоды ядовитые, грозды их горькие, вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов. Не сокрыто ли это у меня, не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них, то есть для врагов Израиля. Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела и не стала ни заключенных, ни оставшихся. Тогда скажет, где боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели туг жертв, их пили вино возлияния их. Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. То есть это Он обращается уже к сынам Израиля. Видите ныне, что это я, я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю. Никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек, когда я застрю сверкающий меч мой и рука моя приимет суд, то отомщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Интересный момент. Вроде бы как наезжали на Израиля, а оказались врагами Бога. Упою стрелы моей кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь, язычники, с народом его. Интересный момент. Вроде бы как обращение шло к Израилю, и язычников тогда среди них не было, потому что все те, кто вышли, они по сути уже стали евреями. Но в этой песне Моисея пророчески, поскольку она должна была быть записана в Писании, значит, здесь идет обращение к язычникам. «Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отмстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой». То есть мы видим, что пророчески история хождения Израиля по этой грешной земле заканчивается судом Божьим над народом Израиля, и Господь очищает свою землю, Господь очищает свой народ. Врагам Божьим, которые одновременно и враги Израиля, Он воздает судом. И при всем при этом мы видим, что вот в этой вот песне дважды упоминаются народы, которые не Израиль. Народы, которые выступали вроде бы как судьи Божьи, но в конечном итоге возгордились и стали врагами Бога. Бог над ними производит суд и уничтожает их. А также есть часть нееврейского, часть народа, которые неевреи. Вот «веселитесь, язычники». И Бог дает им повеление, дает заповедь. «Веселитесь, язычники, с народом Его». То есть видите, две категории народов, которые не являются потомками Авраама, Эцхака и Якова. «И одни пойдут на смерть, а одни пойдут веселиться, веселиться с народом Израиля». То есть обратите внимание, когда апостол Яков на Первом Иерусалимском соборе говорит, что Бог первоначально призрел на язычников, чтобы из них сделать народ во имя свое. Вот в этой песне Моисея это ясно видно, что у Бога есть определенный замысел не только для еврейского народа, но для всех народов земли. Для тех, кто увидит на примере Израиля благость и милость Божью, для тех, кто придет и прилепится к этому народу, кто примет Ишуа как Мессию, как Царя, для себя, те будут веселиться и радоваться вместе с его народом в конечном итоге. Ну, то есть это момент, который показывает как бы такой общий беглый обзор истории Израиля. И интересно, для чего оказывается все это с Израилем? Чтобы язычники с ними возвеселились. Представляете, вся эта каша с Израилем, Бог ее заварил для того, чтобы не евреи пришли к Богу, Авраама, Цхака и Якова и имели благословение вместе с еврейским народом. Очень удивительные вещи. И поэтому я вам скажу, ну, мне не совсем понятно, как люди верующие даже, высказывают такие фразы, типа, а что они лучше нас? Типа, а почему они избранный народ? С какой стати? Хотя по факту, вот если мы внимательно будем изучать Писание, мы увидим, что Бог, когда избирал, ну, то есть нет в истории Израиля момента, когда Бог сказал, что вот я избрал вас как народ, вот с этого момента вы избранный народ. Когда началось это избрание? От сотворения мира или после потопа? Так от сотворения мира или после потопа? Там, извините, почти 2000 лет. Ну, давай, скажи, посмотрим. Не, ну, момент, тот момент, что Господь говорит, не делайте зла избранным моим, говорит о том, что они избранные. Но вопрос, когда началось это избрание? Вообще, что означает это избрание? Для чего это избрание произошло? От Авраама? А Авраам был просто так избран? Ну, а почему он, скажем, не взял потомков хама? Ну, это предположение. Ну, это Яков и Сав, это понятно. Но мы видим, что жизнь дальнейшая Якова и Сава показала, что это избрание было небезосновательным. Бог избрал, потому что узнал наперед. И избрание его было небезосновательным. Давайте мы сейчас посмотрим одно интересное местописание. Ну, случайно ли потомок Сима, а не потомок хама и Афета был избран? Вот давайте мы сейчас почитаем. Слава Богу. Слава Богу! Продолжение следует... 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 То есть смотрите, тут может быть, ну я постараюсь попроще как-то это объяснить, потому что я, например, увидел в этом пророчество о дальнейшей истории вообще цивилизации. То есть тут можно говорить и о духовном потомстве, и о физическом потомстве. Значит, Иофет – это в принципе греко-римская культура, то есть потомки Иофета – это и греки, и римляне. И мы знаем, что в принципе сейчас все человечество, оно базируется на греко-римском наследии. То есть греки нам дали культуру, искусство, человечеству, римляне дали понятие закон и право. Но при всем при этом мы знаем, что вот наш уголовный кодекс, он себя впитал очень много из Библии, из того, что Бог дал еврейскому народу. И теперь смотрите, если законы, если искусство и культура будут обитать в шатрах Симовых, то есть будут руководствоваться заповедями Всевышнего, откровением Бога, который, ну вот как Бог открылся Израилю, если все это будет поставлено под правление Мессии, которого Бог дал Израилю, вся греческая культура, философия, искусство и все римское право, вся римская сила, то это будет благословением для человечества. Понимаете? Если же Еофет, то есть римляне, греки, то есть если культура, искусство и право выйдут из-под шатров Симовых и будут пытаться строить как-то самостоятельно свои цивилизации, так я же о чем говорю, что значит обитать в шатрах Симовых? Это отвергнуть идолопоклонство. И все те дары, которыми тебя Господь наделил, служить Богу Аврама, Эцхака и Якова, это значит находиться в шатрах Симовых. Если ты не в шатрах Симовых, все те дары, которыми Господь тебя наделил, ты будешь служить идолом. То есть мы видим, что Сим имеет в зачатке то благословение, которое впоследствии, и я думаю, не случайно, достается именно потомку Сима, Авраму. То есть мы видим, что избрание Бога, оно периодически происходит. То есть человечество, оно же разрастается, как ветви дерева, но Бог почему-то выделяет всегда из вновь появившихся ветвей, Он выделяет одну и начинает ее культивировать. Культивирует, культивирует для того, чтобы… То есть интересная картина получается. Если человечество и все народы представить как сад, значит, то можно увидеть четкую такую интересную идею. Значит, Бог насадил сад на земле, и в этом саду Он избрал одно дерево, за которым Он ухаживает особенным образом. Значит, а остальные предоставил самим себе. И мы из Нового Завета есть место, где говорится о том, что… Сейчас, может, найду это… Пока. 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 Так, нашел. Это деяние 14 глава. Значит, с 15 стиха. Это история, когда Павла и Варнаву хотели им воздать почести, как греческим богам. Они возмутились. С 15 стиха. Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки. И благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищу и весельем сердца наши. То есть, видите, момент интересный. Значит, Бог в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, но он не переставал напоминать о себе. То есть, понимаете, народы уклонились от единобожия в многобожие, ведало поклонство. Значит, в результате чего? Отпали. Причем отпало все человечество. Вот на той неделе вы проходили тему заветы, и вы должны были для себя четко уяснить, что Авраам, он не всегда был евреем, он не всегда был единобожником. Скажем так, евреем он стал уже на старости лет, будучи пенсионером. То есть, если учесть, что в 75 лет он вышел из Харана, в Харане он провел где-то около 5 лет, то есть где-то порядка 70 лет ему было, когда Бог обратился к нему, когда Бог его призвал. 70 лет. До 70 лет он был таким же язычником, как и его папа, как и все окружающие. То есть, представляете себе, немного времени прошло от Ноя до Авраама, и весь мир погрузился в язычество. И не Бога дело это. Это люди сами выбрали себе такие пути. И здесь Писание четко говорит, что когда в прошедших родах попустил, то есть позволил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями. И я вам скажу, есть одна очень интересная книга, называется «Вечность в их сердцах», автор Дан Ричардсон. У меня в электронном виде тоже есть, если кого-то заинтересует, могу дать. Книга очень интересная в том плане, что автор там вначале берет историю Авраама, встреча с Милхиседеками, с царем Содомским и Гоморским. И он, анализируя текст Писания, показывает, что Авраам и Милхиседек Бога называют разными именами. Но при всем при этом они понимают, что они говорят об одном и том же Боге. Но у Бога, у Авраама личные отношения с Богом. А Милхиседек, он представлен, короче, как общее откровение о Боге. То есть все народы знали Бога, потому что все народы произошли от Ноя, понимаете, и от его трех сыновей. Сима, Хама и Афета. Значит, и вот Милхиседек, он представлен как священник, который помнил об этом Боге. Значит, но он не имел. Вот Ной же он, в принципе, не получал, скажем так, откровения о Спасителе как таковом. Он мог его иметь от Адама, помнить. Но в завете Ноя мы не видим, скажем, таких моментов, как вот, ну, Бог дает заповеди определенные, но Бог не показывает, что делать в случае нарушения заповедей. Понимаете? Жертва какая? Там жертва не за грех. Понятие жертвы есть, но там не жертва за грех. Там жертва благодарности Богу. Жертва, даже это, в принципе, жертва Ола, это не столько жертва благодарности Богу, сколько жертва для того, чтобы встретиться с Богом. То есть, жертва, как цена, которую я плачу для того, чтобы встретиться с Богом. Там идет жертва всесожжения. Это не жертва за грех. На самом деле, если мы внимательно бы изучили вопрос жертвоприношений в Торе, то там нет жертвы, которая предусматривала бы искупление сознательного греха. То есть, если сказано, не убей, а еврей убивал, он должен был понести наказание, смерть. Сказано, не прелюбодействуй. То есть, есть, грубо говоря, список правил, нарушение которых влекло за себя конкретную ответственность. И если человек нарушал, он получал в соответствии, ну, грубо говоря, был уголовный кодекс. Вот мы понимаем, что такое уголовный кодекс. Вот сказано, за убийство то-то и то-то, там за воровство то-то и то-то, там за прелюбодеяние то-то и то-то. То есть, если человек сознательно прелюбодействовал в глазах всего Израиля, он не мог прийти к священнику и сказать, я хочу принести жертву за свой грех. Потому что священник при всем своем желании, он в Торе не нашел бы той жертвы и как ее принести. За прелюбодеяние нет жертвы. Новый Завет об этом нам тоже четко говорит. Ибо если мы продолжаем произвольно грешить, уже не остается жертва за грех. Так понятно, но это все. То есть, идея Завета Ноя. Бог показывает, я Господь, вы живете в моем мире. У меня есть определенные правила для обитания в этом мире. И тот, кто этих правил не соблюдает, тот умирает. А жертва, которую приносил Ной, там на самом деле, скажем так, это была смерть, но там жертва совершенно другая. То есть, это просто надо изучить тему жертвоприношений, которые Бог заповедовал. То есть, жертва за грех, которую принес Ишуа, это жертва для того, чтобы восстановить наши отношения с Богом. То есть, только через покаяние мы можем действительно получить прощение на основании смерти Ишуа. То есть, смотрите, другими словами, что происходит с человеком, который родился в семье неверующих людей, жил, грешил, как многие из нас. И тут раз в какой-то момент он узнает, что есть Бог, который осуждает грех, а грех является уже частью меня. Я знаю, что если я не предприму каких-то действий, то я погибну, потому что Бог придет судить этот мир. То есть, другими словами, я понимаю, что я двигаюсь прямым путем в КПЗ, камера предварительного заключения, потом будет суд. То есть, в принципе, человек во грехе, он уже раб греха, он уже находится в камере предварительного заключения. Потому что есть закон наказания за грех смерти. И если человек во время этого вот заключения, то есть, пока он находится здесь, на этой земле, если он не раскается, если он не придет к Богу и не примирится через жертву Ишуа, то его однозначно ожидает осуждение навечно. Пока человек находится в КПЗ, у него есть время переосмыслить свой путь и обратиться к суде за милостью. А Бог уже предусмотрел милость в своем сыне Вишуа. Значит, но нет жертвы, которую я мог бы принести, чтобы мой грех был покрыт. Нет, не существует такой жертвы ни в Торе, ни вообще по понятию. То есть, что я могу сделать, чтобы исправить мои грехи? Ну, если я соврал, я могу прийти попросить прощения. А если я убил кого-то, как я могу это исправить? Никак. Я восстановить это не могу никак. Так, Бог всемогущий, Он может изменить последствия этого греха в моей жизни. Но, скажем, в жизни, скажем, женщины, которая потеряла бы своего сына или мужа, как Он изменит эти последствия? Ну, то есть, последствия, они все равно остаются. То есть, это нужно понимать для того, чтобы не грешить. То есть, мы должны возненавидеть грех, потому что мы не можем исправить его последствия на самом деле. Только Бог может это сделать. Поэтому Бог постепенно это все раскрывает. Но в завете Ноя не было предусмотрено искупление. В завете Ноя просто была констатация факта. Я Бог, я хозяин вселенной. Вы живете у меня в доме, и вы должны жить по моим правилам. А если вы правила соблюдать не будете, вы умрете. Вот все, что нам говорит завет Ноя. И только Синайский договор нам уже показывает конкретно. Бог дает вот эти вот вещи. Сейчас вот то, что говорит нам Новый Завет. Давай попробуем. Лучше после урока. Римлянам, 9 глава, 4-5 стих. Павел говорит об израильском. «Которым принадлежит усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, от них Христос, по плоти сущей над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». То есть, смотрите, тут есть несколько пунктов, которые Бог доверил еврейскому народу. Какие это пункты? Усыновление. Говорит ли что-нибудь Бог Ною об усыновлении? Нет. О славе. Завет, который Бог заключил с Ноем, он один. В отношении еврейского народа тут говорится о заветах. О заветах, которые в себе имеют и славу, и усыновление. Законоположение. У Ноя были определенные законоположения. Богослужение. Дал ли что-либо Ною Бог в отношении богослужения? Там был запрет и далопоклонство. Значит, обещания какие-то Бог давал. Одно единственное, что Он больше не будет топить водой землю. Извините, можно огнем, можно еще как-то. Их отцы, патриархи, от них мессия. То есть, только еврейскому народу, скажем так, Бог все вот эти вот вещи открыл. Значит, и смотрите. Значит, Римлянам 3 глава с 1 по 4 стих. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Ну, то есть, Павел задает такой вот вопрос. Есть ли какое-то преимущество быть евреем, чем не евреем? Есть ли какое-то преимущество быть обрезанным или не обрезанным? Есть вообще такое преимущество какое-то? Ну, вы не читайте дальше. Вы так вот. Павел говорит, великое преимущество во всех отношениях. А наипаче, то есть, а больше всего в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверные были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Из этого стиха мы можем сделать очень интересный вывод. Есть огромное преимущество быть евреем. В чем? В том, что вверено Слово. Но, тут есть один очень важный момент. Бог вверил свое Слово еврейскому народу, но Он не сделал еврейский народ господином этого Слова, а слугою. Потому, что хозяин сам себе неверен быть не может. Понятно. А слуга может быть верен, может быть неверен своему господину. И вот третий стих очень четко это подчеркивает. Ибо что же, если некоторые и неверные были, то есть, представители еврейского народа оказались неверны в том, что Бог им доверил. Неверность их уничтожит ли верность Божию? То есть, несмотря на то, что часть еврейского народа оказалась неверна своему призванию, это, во-первых, не отменяет призвание, и, во-вторых, оно не меняет Божьи планы. А сам Павел, сам Павел, давайте откроем, значит, первое, ну, римлянам первая глава, 14 стих. Первая глава, 14 стих. Павел говорит, я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. То есть, Павел, как никто другой, понимает, что он слуга слова, что он раб Иисуса Христа, призванный волею Божию апостол, и он должен и эллинам, и варварам, и мудрецам, и невеждам. То есть, он четко понимает, что Бог ему вверил нечто, как еврею, вверил что? Усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение, обетование, его патриархи и от них Мессия. То есть, на всем этом базируется благовествование. Значит, и Мессия мог родиться только в этом народе по одной простой причине. И должен был родиться. Представьте себе, вот Мессия бы родился, к примеру, в китайском народе. Китайцы идолопоклонники, Сын Божий, как Сын послушный, кем бы вырос? Идолопоклонникам. И поэтому Мессия мог родиться только в одном народе, который не является изначально по своему происхождению и по своему призванию народом Божьим. Понимаете? То есть, Бог изначально избрал вот одно дерево в саду, которое он культивировал. Остальные деревья он оставил развиваться самостоятельно. Значит, и когда это дерево принесло ожидаемый плод, этот плод Бог желал, ну, скажем так, Бог ожидает, что и все остальные деревья также начнут плодоносить. Но кто-то пробовал когда-нибудь дикую вишню? По сравнению с культурной? Ну, то есть, ни вида, ни величия, да? То есть, смотрите, все те деревья в саду, они даже если и приносят какой-то плод, то он весь горький. Мы сегодня читали в песне Моисея, что это плод их, это плод от виноградных лос Содома и Гаморы. То есть, на самом деле, они не то, чего ожидает Господь. Но Бог против природы, уже вырастив одно здоровое дерево, Он что делает? Он берет от каждого дерева, отщепляет наиболее благонадежную ветвь и прививает к культурному дереву. А вы знаете, что в принципе в садоводстве так не делается? В садоводстве делается как раз-таки наоборот. Берется дикое дерево. Почему дикое? Потому что корни у него сильные, оно более выносливое. И на этот корень, и на этот ствол прививается от культурного дерева почка. Одна небольшая почка. То есть, вот мой дедушка этим занимался. У него в огороде были такие интересные вещи. На одном дереве яблоко, и груша росла. Вот слушай, он, наверное, не знал, что это нельзя. А он, кстати, не смешивал. То есть, оно инородное, оно бы не привилось просто. Но ты вишню на грушу не привьешь. Понимаешь? Там на одной шелковице росла и красная, и белая шелковица во дворе. Ну, то есть, вот он любил такие вещи, и он пытался меня к этому делу приучить. Ничего из этого не получилось, но я вам скажу, сейчас я, по крайней мере, четко имею представление, как это делается. И для чего это делается, и принципы вот этого вот. И я понимаю, что Бог совершает сверхъестественные вещи. Он собирает от диких, он дикие растения собирает, которые плода не приносят, и он прививает к плодоносному, к здоровому, хорошему, нормальному дереву, которое он вырастил обособленно от остальных. Понимаете? И мы чудом начинаем плодоносить. То есть, это на самом деле чудо. Это сверхъестественное событие. Значит, и вот Павел, когда говорит о том, что есть огромное преимущество быть евреем, он показывает, что действительно есть преимущество быть этим деревом, но лишь в определенном аспекте. Мне очень понравилось, как в прошлом году на конференции вот тот же Дима Юткевич показал это преимущество. Я хочу это тоже наглядно показать. Вот Боря еврей, да, добро пожаловать сюда. Значит, и кто у нас? Витя, ты у нас еврей? Не еврей, иди сюда. Ой, так, можно на секундочку вашу Библию? Значит, вот смотрите, вот Боря, вот Витя. Значит, и Боре я дал Слово Божье, Библию. Скажите, пожалуйста, от того, что у него в руках Библия, он лучше или хуже Вити? То есть наличие в руках у него Библии делает его чем-то лучше или хуже на человеческом уровне? И он человек, и он человек, и у него свои проблемы, и у него свои проблемы. Но у него есть Слово Божье, путь спасения, который Бог открыл, источник очищения, понимаете? У него нет. И как вы думаете, кому кому лучше привиться? То есть ему лучше привиться, потому что у него Слово, у него все эти вещи, которые Бог открыл. То есть, понимаете, по факту, по факту, то, что у еврейского народа есть Слово Божье, это не делает еврейский народ чем-то лучше или хуже других народов. Но Бог в своей воле положил вот именно такой вот путь спасения. И когда мы придем к Нему, Он спросит, а следовал ли ты тем путем, который я определил? И поэтому для нас важно понимать, важно изучать все вот эти моменты для того, чтобы находиться в правильном месте. Потому что мы знаем, что Павел предупреждал уверовавших из неевреев о великой опасности, что вы можете, даже будучи привиты, оказаться, опять же, отсеченными. В чем, кстати, там интересный момент, вот в этом месте. Значит, сейчас я найду это место. Это Римлянам 11 глава. С 13 стиха. Даже в принципе... Нет, давайте мы просто про сами ветви. Я хочу показать одно место, где синодальный перевод нам дает, ну, скажем так, вводит нас в заблуждение. Не-не-не, сейчас. 17 стих. Вот. Римлянам 11 глава, 17 стих. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корней и соком маслины». На какое место привито дикая маслина? То есть по смыслу вместо отрубленных. Так вот я понимаю, когда читаю. А в оригинале я сейчас подстрочник вам прочитаю. 11 глава, 15, так, 17. Римлянам 11 глава, 17 стих. Подстрочник звучит следующим образом. «Если же некоторые из ветвей были отломаны, ты же, дикая олива, по природе, был привит среди них и стал сообщником корня и сока оливы». То есть там не на место, там среди них стоит в оригинале. Понимаете? То есть вопрос привития новых ветвей не в том, что родные ветви отломились, а в том, что Бог предусмотрел место среди родных ветвей и для диких. Понимаете? И это совершенно меняет картину. То есть не потому, что Израиль отпал, покаялись язычники. И язычники начали каяться по одной простой причине. Бог им начал открываться очень могущественно через те ветви, которые остались верны. И Бог обещает, что те ветви, которые отломились, если окажутся послушными, он сможет их привить обратно. А те чужеродные ветви, если возгордятся, могут быть и отсечены. Итак, мы выяснили для себя, такой очень интересный момент, что Бог избирает, ну скажем так, не просто так, типа бросил жребий и решил, что вот этот. У него есть какие-то причины. Основные причины, как мне кажется, это все-таки знание наперед, кто как поступит. Значит, нам сложно это понять, как это вообще с точки зрения вечности, Бог, который одновременно и вчера, и сегодня, и сегодня, и завтра, одновременно. Понимаешь? И каким образом он может помогать тому, кто в принципе как бы и… Ну, то есть нам многие вещи на самом деле непонятны. Мы не можем понять, потому что мы живем в пространстве и времени, и мы ограничены этими, этой системой. Значит, но мы видим одно, что Бог знает все наперед, Бог избирает тех, кто угоден Ему, а те, кто не угодны, они не угодны по одной простой причине, что они сами избирают быть вдали от Бога. Значит, и мы видели сегодня из песни Моисея, что Бог обещал в конечном итоге все-таки оправдать Израиль. Вопрос, зачем Ему оправдывать тех, кто явно всегда грешил против Него. Значит, давайте мы прочитаем Иеремия, 30 главу, откроем. Последнее место на сегодня. Иеремия, 30 глава. Значит, в этой главе описывается история возвращения еврейского народа в Эрец-Исраиль. Вот с 3 по 7 стих. Значит, ибо вот наступая от них, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой, Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их. То есть это однозначно земля Израиля, потому что именно эту землю Он дал им. И они будут владеть ею. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь, голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина. Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе, велик тот день, не было подобного этому. Это бедственное бремя для Иакова, но он будет спасен от него. То есть здесь мы видим о том, что когда еврейский народ будет возвращаться в землю, и мы видели это уже, из истории знаем, что это будет не просто вот приехали, поселились, и все хорошо. Мы видим, что это будет очень тяжелое время для Иакова. И в конце этой главы говорится, вот 24 стих, нет, 22. «И вы будете моим народом, и я буду вам Богом». Вот, яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный, он падет на голову нечестивых. Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. В последние дни уразумеете это». То есть мы видим пророчество, которое показывает определенные, предсказывает также определенные события, которые произойдут. Значит, и мы видим, что Бог приводит свой народ по одной простой причине. Вот в 24 стихе «Доколе он не совершит, не выполнит намерений своего сердца». То есть Бог так определил, так он и поступает. То есть вот он решил, что будет вот так вот. Значит, и очень важный момент. В последние дни уразумеете это. То есть вот это пророчество, которое здесь Еремия произносит, оно становится понятным только сейчас, в наши дни, потому что в наши дни исполняется это. Мы видим, как еврейский народ, видели из истории, как еврейский народ возвращался в эту землю, с каким трудом ему доставалось освоение этой земли, потому что она была заброшена. Это были каменистые, болотистые земли, пустынные. Значит, и мы видим на протяжении всего лишь немного времени, несколько десятилетий, эта страна превратилась в цветущий край. Но при всем при этом мы видим, до сих пор идет противостояние. И территории Израиля было намного больше после 1948 года. И мы видим, что территории отдаются. То есть ситуация на самом деле сейчас достаточно проблематична. Но мы из пророчеств также видим, что это все не без Божьего внимания. И Бог нам открывает, что и как будет происходить. Так что на сегодня все. У меня будет одна просьба. Давайте, значит, мне бы хотелось, чтобы вы прочитали, значит, из Икииля. Там, по-моему, с сороковой главы по, точно не помню какую, посмотрите. Короче, там, где идет описание четвертого храма, то есть храма, который будет восстановлен. Значит, вот все вот эти вот события, связанные с ним, все те положения, жертвоприношения, уставы вот этого вот храма. Вы сегодня просто просмотрите. Завтра я вам скажу точно, какие главы. Потому что я думаю, что мы будем подробно разбирать то, что нам Эзекииль показывает в этом. Да. Спасибо.